Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня я предлагаю в летний мастер-класс нарисовать гуашью вот такой прекрасный закат на море. Для этого нам потребуется листочек А5 формата, это половинка А4, палитра, гуашь, водичка и желательно кисточки разного размера. Ну что ж, будем приступать. Начнем мы с вами желтого цвета. У меня желтый темный и для начала мы обозначим я возьму кисточку потолще. Мы обозначим линию горизонта. Нам нужно отделить небо и море. Мы возьмем небо немножко побольше и чуть ниже линии середины листа мы обозначим линию на которой у будет располагаться небо. Обозначили. И дальше мы берем желтый цвет и этим желтым цветом начнем заполнять полукругом наше небо. Берем с водичкой и полукругом заполняем наше небо. Мы сейчас будем делать градацию цветов от светлого к более темному. Сейчас к этому желтому мы добавим немножко красного, чтобы учился оранжевый цвет. Но желтого должно быть больше. И поверх предыдущего цвета мы добавляем наш оранжевый. Пока переходы не очень плавные. Ничего страшного. Пусть они не останутся такими. В конце мы сделаем полные переходы. Дальше мы цвет берем еще более яркий. Добавляем еще больше красного поверх. И в конце мы добавим рубинового цвета. Заполним небо до конца. В конце мы еще можем добавить капельку синего, чтобы у нас получился такой фиолетоватый оттенок. Чуть-чуть синего на самый крающий, чтобы создать полную темноту по краям. Вот такая градация цветов у нас получилась. Сейчас мы вымываем песочку и начинаем сглаживать наши переходы. Писочку промыли, высушили салфеточкой и пройдемся по местам стыков. Можно взять желтый первоначальный, который у нас был и прям пройтись по местам стыков разных цветов. Чтобы у нас получилось настоящее закатное небо. Желтый цвет лучше сохранить, который у нас около линии горизонта. Такое вот небо у нас получилось. Если вам кажется, что каких-то цветов вам не достает, вы можете их добавить или подразмыть, если получились не очень плавные переходы. Так, что мы делаем дальше? Сейчас мы возьмем белый цвет и нарисуем солнышко в центре нашего неба. Это возьму кисточку потоньше и белый гуашь. Белый цвет. Этим белым цветом мы нарисуем в центре нашего желтого цвета белое солнышко. Если что-то получилось неровно, все можно в гуаши поправить и заполняем его белым цветом. Стараемся, чтобы он был максимально белый, без примесей других цветов. Так будет смотреться ярче. С небом мы закончили. Дальше мы будем переходить к нашему морю. Чтобы нарисовать море, я опять возьму кисточку потолще. И мы будем разводить на палитре бирюзовый цвет. Я возьму цвет поярче голубой. Смешаю его с белым. И добавлю к нему зеленый. Вы можете сами варьировать, более голубой цвет будет или более зеленый. Тут уже на ваше усмотрение. Разведем этого цвета побольше. И начинаем заполнять пространство ниже линии горизонта, которую мы обозначили. Чуть-чуть новичкой. Такими горизонтальными штрихами мы наносим наше море. Пока наша задача просто его закрасить и заполнить полностью. Если есть кисточка более широкая, это все происходит быстрее. По краям мы можем сделать цвет более темным. Чуть-чуть больше добавить голубого. И по краям пройтись. Немножко более темным и насыщенным цветом. По краям нашей водички. Тоже самое со стороны тоже. Дальше мы нарисуем блики на нашей воде. Для этого нам потребуется опять же белый цвет. И кисточка опять тонкая. Мы ее вымываем из другого цвета. Если он примешался. И начинаем рисовать блики белым цветом. И чуть-чуть с водичкой разбавим. И под нашим солнышком на водичке начинаем рисовать вот такие отдельные линии. Расходящиеся к низу. То есть от более узкого к более широкому. Где-то они могут быть более светлыми. Где-то сливаться с водой. И постепенно они все расширяются. И расширяются к нему. С более широкими. Это мы добавили белый цвет. Дальше можно в воду добавить еще цвета. Которые присутствуют на небе. То есть это желтый цвет. Который был самый первый. Мы его тоже разводим с белым и с водой. Он получится такой бледный. Очень жидкий. И добавим с разных сторон. От нашей клярушки. Он заходит на предыдущий цвет. И смешивается с ним. И дает немножко оттенок. Совсем чуть-чуть. И то же самое мы делаем с другой стороны. Чуть-чуть цвета мы добавили. И также предлагаю добавить чуть-чуть рубинового. Тоже совсем чуть-чуть. Мы его разбавляем с водой и с белым цветом. Тоже очень такой должен получиться ненасыщенный цвет. И сбоку тоже добавим. Чтобы у нас вода была разнообразная. И немного отражала то, что у нас происходит на небе. Так. Добавили. Вот. Нужно сделать чуть-чуть. Если дорожка вам кажется, что не очень яркая. Можно сделать чуть-чуть ярче белый цвет. Добавить чуть-чуть побольше. Добавить чуть-чуть. Сделай. И нам остается с вами добавить дальний план. И пальму на переднем плане. Значит мы возьмем черную краску. Сейчас нам потребуется тонкая кисточка. И черный цвет. Тонкой кисточкой мы обозначим на линии горизонта. Это некие острова или землю. Которая виднеется издалека. Оставим место. Солнце перекрывать не будем. Оставим. Так. С другой стороны сделаем то же самое. Они могут быть какими-то неровными. Одним. 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 И можно добавить еще небольшую тень в воду, тоже черный цвет, очень сильно его разбавляем с водичкой и просто по воде пройдемся, чуть-чуть оставим, будто бы не отражаются в воде. Это черный цвет, разбавленный с водой. Дальше на переднем плане мы нарисуем островок. Можно его нарисовать с левой стороны или с правой. Неважно. И закрасим его полностью черным цветом. Нарисуем пальму. Нарисуем пальму. Так, ствол. И веточки. Значит, расходящийся в разные стороны. Так, ствол. Добавляем чуть-чуть вниз. Еще одну рисуем вот сюда. Можно подправить какие-то веточки, листья, которые очень хорошо получились. Добавим немножечко. Добавим немножечко травки и добавим птиц на наше небо. Немечко негативный черный цвет, попытаемся вынуть. Вот такой рисунок у нас получился. Спасибо всем за внимание и пробуйте тоже рисовать вместе с нами. Спасибо. 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 Спасибо.